В паблике рабочие автовазы соцсети ВКонтакте пожаловались, что на заводе негде помыться. В чугунно-литиевом корпусе возникла серьезная проблема в работе душевой, пишет автор. Мало того, половина шаек там в уже нерабочем состоянии, так с недавних пор вообще снизили давление воды до предела. Задавали этот вопрос руководству, мастеру и начальнику цеха. Все говорят, что якобы ведутся ремонтные работы. Где-то что-то забилось. Мол, ждите и терпите. Как запустят соседние душевые, то все и восстановится. Уже полгода такая ситуация. Строители заверяют, что там работа на две минуты. Достаточно почистить фильтры и давление встанет в норму. Довели эту инфу до сведений руководства. Но опять тишина вопрос. Куда же обращаться дальше? Неужели писать про эту якобы ерунду нужно прям директору завода, выпрошают в паблике. В комментариях много троллинга. Зачем вам мыться? У нас самое чистое производство в медленном темпе. Никогда в жизни не вспотеешь. Где вы только успеваете испачкаться? Блогер Самара-2070 интересуется, кто заставит Самарскую ГИБДД работать. Вот ситуация. Поставил гражданин авто до придурадской разметки, сделанной нашими местными кудесниками, негодует автор. Да так, что между сплошной авто окажется 2 метра 95 сантиметров. Такую машину сразу же эвакуируют и мораль прочитают. Городские дороги уже месяц за ужин, но почему-то только прокурорские пальчиком погрозили Василенко. Хотя массово совершают административные правонарушения по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Оказывается, настолько граждан можно привлекать к админа ответственности, а Василенко и его прочих любителей пародировать на коммунальной технике нельзя. А при чем здесь прокуроры? Это состав главы 12-й, чисто ГИБДДшный. Они должны протоколы составлять, но этого не делают. Неужели пылают пылкой любовью к чиновникам администрации при одновременном пренебрежении горожанами?